Дорогие друзья, продолжаем изучать главы Медцарая Тазри. Казалось бы, отошедшие в прошлое эти проказы, но надо все-таки с ними разобраться. Во-первых, что это за проказа такая, когда больной обращался не к врачу, а к служителю Божьему? То есть тогда люди четко понимали духовное происхождение этой болезни. Говорят мудрецы, что один из признаков скорого прихода Машеха, это царство станет геретическим полностью. На это, кстати, намекает закон недельной главы, согласно которому человек, вот язва проказа, которая покрыла все тело, считается уже непрокаженным, не нечистым, простите. То есть смотрите, перно, два, пять, семь, если полностью уже, все. Этому много объяснений, одно из них вот такое, сами посмотрите, что происходит в мире. Написано, что опять те же мудрецы сказали, а что такое царство станет павшим ересь. Написано, что правительства все станут теоретическими. Ну, посмотрите сами направо, налево, вы увидите, как близки к периоду Машеха. Язвы вообще появлялись очень интересным образом. Например, язва на голове была причиной только одна, это гордыня и других не было. В отличие от язв, которые появлялись по телу и могли быть признаками, что человек много говорит, не то говорит, и многих других причин. Почему? Потому что сплетни это внешние вещи, да, ну, все видят, все знают там. А гордыня, гордость такая, которая съедает человека изнутри, она внутри сидит. Она может съедать человека десятки-десятки лет. И чтобы избавиться от нее, написано, нужно очень и очень трудиться. Вообще написана интересная вещь, что все фактически несчастья, которые случаются, не дай Бог, с нами, являются прямым результатом нашего собственного негативного поведения и принятых в прошлом решении. Причем независимо от того, как далеко причина может отделять от следствия во времени, иногда в прошлой жизни. Есть люди, которые говорят, вот если бы Бог дал две жизни, там, три или там, я бы все исправил. А и лучше бессмертие. Но, во-первых, это уже было, да. Если бы человек стал по задумке тогда еще бессмертным и накуролесил все, что накуролесил, то земли бы уже не было. Но самое главное другое. Бог подарил нам бессмертие, причем дважды. Сначала бессмертие той души, которая находится в нас и которая никогда не умирает. Но, зная, какой человек обычно существо недоверчивое и все хочет пощупать, он подарил нам, написали мудрецы, и другое бессмертие. В этом мире он сказал, что плодитесь и размножайтесь. Ребенок написано в духовном мире связан с душой родителей. В духовном мире это абсолютное продолжение. Иногда существуют проблемы, либо человек сам не хочет иметь детей, бывает такое. Бывает, что наказание такое сверху приходит, кармическое тоже за что-то. У евреев это еще сложнее. В еврействе, ну, смотрите, тысячи предков евреев, от Авраама, Авейна, страдали, проходили через насильное крещение, через крестоносцев, через ансарацинов, через что хочешь. Во всех странах мира их убивали, что отрекитесь от религии. И что получается, что они сохранили это, раз ты сегодня пришел в этот мир. А ты, конкретный человек, хочешь прервать эту цепочку. И вот десятки-десятки поколений твоих предков наверху смотрят на тебя и в ужасе ждут твое решение, потому что ты можешь прервать цепочку от Авраама. Ну, надо, прежде чем принимать такие решения, задуматься, если сделано, еще раз их рассмотреть. Какая логика, например, как бы заботиться о своих детях в физическом мире, если мы оставляем им в духовное наследство такое, что лучше не придумаешь. Короче, надо не портить карму детям, чтобы потом не задавать вопросы, что, зачем и почему, и понимать, что мы связаны, и поэтому одно отражается на другого. А второе, что касается самого себя, надо находить время для себя. Надо находить время взглянуть на небо. Короткую притчу расскажу. Однажды из окна смотрит на рыночную площадь Раби Нахман и увидел одного из своих последователей. Хайкель его звали. Он бежал с дикой скоростью. Он говорит, Хайкель, зайди ко мне. Он зашел. Хайкель, ты видел сегодня небо какого цвета? Он говорит, нет, Раби, я еще не видел. А улицу Хайкель ты видел? Он говорит, да, Раби, видел. Что ты видел? Лошадей видел, телеги, торговцев, крестьяне. Он говорит, Хайкель, Хайкель. Говорит ему Раби Нахман. Смотри, через 50 лет, через 100 лет здесь будет улица вроде этой, будут другие торговцы, другие экипажи. Но меня и тебя не будет. И вот я спрашиваю тебя, Хайкель, какой проб твоей беготни, если тебя нет времени взглянуть на небо хотя бы сегодня? Брахава от слоха. Находим время для главного. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.